Будем двигаться дальше. Саша Сербул расскажет совершенно, раскроет тему искусственного интеллекта, которую Сергей Рыжиков анонсировал. Я в предвкушении. Коллеги, всем привет. Ну, давайте я вам расскажу, о чем мы будем сегодня говорить с вами. Я хочу по-человечески, простым языком, без математики, без формализмов, эротично, понятно, как будто мы пьем пиво в сауне, поговорить о очень сложных вещах, о высшей математике и о возможностях, которые сейчас есть в этой области. Пожалуйста, спрашивайте. Пожалуйста, уходите в кулары, записывайте вопросы, я вам с удовольствием отвечу на все подробно, потому что мы этим занимаемся несколько лет с утра до вечера. Итак, задумались ли мы с вами, почему мы занимаемся веб-разработкой? На самом деле, почему? Я долго думал над этим, потому что мы используем инструмент веб-разработки Java, C++, Husky и так далее. Дело в том, что для веба можно писать приложение, получать большие удовольствия, потому что вы программируете мало, код очень мощный, и на выходе вы получаете результат очень быстро, клиент видит это. Это офигенный драйв, это офигенное удовольствие от работы, поэтому мы с вами занимаемся вебом. Обычный интерфейс, работает везде одинаково, выпускаете и все. То есть нужно на этом сосредоточиться, потому что сейчас как бы вот иерарх языков, слышно, да? Иерарх языков программирования. Смотрите, начиналось все с тяжелых языков, ассемблер, сиси, блюз-блюз. Потом появились у нас, начали развиваться Java, C Sharp, Scala, да, там, горе от ума, там, Groovy, F Sharp, код, все это хорошо. Но мы с вами, мы с вами хотим получать результат, мы не хотим заниматься процессом, поэтому мы с вами выбираем скриптовые языки. PHP, вебе, Python, Data Science, Ruby, ну и там, и там, да, допустим, JavaScript. Ну и как бы отдельно в сторонке мы видим сейчас, как бы вы эволюционируете языки функциональных, Haskell, Erlang, которые позволяют писать практически без багов, но они очень мало распространены, и у них очень высокий уровень вхождения, тем не менее, они нам тоже интересны. Иерархия стандартов. Если раньше мы писали под операционную систему, изучали стандарты TCP, файловые системы, регулярные выражения, короче, все это все, то сейчас у нас браузер является операционной системой, мир меняется, у нас скоро крипта будет вместо денег, у нас будет искусственный директ нам помогать, и веб все больше и больше проникает в жизни, мобильные приложения, поэтому как бы парадигма изменилась, и мы должны с вами это знать, мы должны этим гордиться. Я горжусь тем, что я веб-разработчик, я горжусь тем, что я с нулевых годов пишу на PHP, это круто, я решаю задачи клиентов быстро, и я не занимаюсь какими-то абстрактными мастурбациями, да, математическими, я решаю задачи клиентов, это класс, давайте этим гордиться вместе. И платформа предлагает нам еще один уровень иерархии, над базой данных, над админками и так далее, и тому подобное, там D7, модули, компоненты, шаблоны. Нам созданы условия для творчества, для решения бизнес-надач клиентов, и это нам освобождает время и развязывает нам руки для того, чтобы наконец-то перестать кодить, начать решать задачи. По сути, человечество сейчас, и мы с вами это хорошо понимаем, именно мы, разработчики, это отлично понимаем. Человечество подчинило себе код. Уже программирование можно, как сказать, закрыть скриптовыми языками, и мы можем заниматься алгоритмами, заниматься решением задач. Это очень важно, давайте эту мысль просто посмакуем. Давайте заниматься алгоритмами, давайте решать задачи клиентов, не будем отвлекаться на программирование, не надо. Но, к сожалению, не везде алгоритмы внедрить пока, даже базовые алгоритмы, и даже программирование, поэтому BITX24 можно еще внедрять и в ЖКХ, и там сайты школы-больниц, и документ, наоборот, по-русски, распечатанный документ, подпишись со сканера, загрузи систему, и, как я видел, на почте России длинные ногти стучат по клавиатуре, попадая между клавишей. Это, конечно, страшно бесит, но это тоже есть, и это нельзя забывать, и у нас еще большой фронт работ даже по простой автоматизации процессов. Тем не менее, алгоритмы внедряются, вот эта карта внедрения алгоритмов в 2018 году, эта карта BITX24, мы как бы продолжаем это все по миру внедрять, все хорошо, в общем, не будем отчаиваться. Итак, почему AI так важен для Веба именно сейчас? Да потому что уже программировать мы умеем, уже у нас много данных в Вебе скопилось, данных сложно, можно очень легко запутаться, потому что, ну как бы в аналитике, когда же будет заниматься аналитикой, вы все равно запутаетесь, бывают очень сложные большие данные. Скоро железо растет, появились ГПУшки, и надо просто начать внедрять эти алгоритмы для решения бизнес-надач клиентов. Что происходит еще с другой стороны? В последние годы мы видим экспоненциальный рост датасетов, объем данных растет. В мире, в Вебе, в мобильной разработке, в BITX24, у нас все больше, и у вас все больше и больше данных клиентов. Если у вас есть данные, успех в искусственном телеке обеспечен. Сейчас для этого созданы все условия. Дальше. Мы видим, что алгоритмы искусственной реки, в данном случае нейросети, они стремительно растут. Синий столбик — это ошибка, а их число слоев — это пунктир. Мы видим, что в последние годы нейросети стали гораздо меньше ошибаться и побили человека по многим направлениям, а количество слоев растет, уже 152 слоя. То есть, на самом деле сейчас революция, которая идет по экспонентам. Дальше. Здесь мы с вами видим, что вот между 2014 и 2015 годом нейросети по точности, по классификации изображений побили даже человека. Это факт. И вам должно уже начать становиться страшно, потому что дальше еще будет страшнее. На самом деле нейросети наступают нам на ноги и отбирают уже части задачи. Это хорошо. Они забирают в себе всякую ненужную рутину. Ну вот, известный пример, да, человек, нейросети читают по губам лучше человека в два раза. Прекрасное применение для решения задач клиентов, для разведки. Вы понимаете, что нас уже обходят. Вот это реально, нас обходят. Вот, пожалуйста, в два раза. Человек уже не тот. Нас обходят. Они могут это делать лучше. Верстальщики в зале есть? Поднимите, пожалуйста, руки. Мало верстал. Ну, я тоже верстал когда-то. Да, вот нейросеть. Ссылка на работу в правом нижнем углу, пикс-ту-код. Ошибка пока 25%. Тем не менее, сеть верстает простые вещи. Слева дизайн, справа верстка. Это сейчас. Пройдет несколько лет, я думаю, сети будут верстать гораздо лучше. Это звоночек. Я хочу, чтобы вы поощутили возможность искусственного интеллекта. Это не игрушки. Это реально вещи сложные. Тем не менее, они это могут делать сети. Идем дальше. Сеть восстанавливает детали. То есть, вот эта история картинка. Это подавается на вход сети. Вот сеть дорисовывает изображение. Посмотри, как там дорисовывает. Не работает микрофон. Оно дорисовало всякие мультиплюшки. Мелкие. Не работает. Ну, немножко не так, но тем не менее, сеть понимает структуру мира. Это круто. Не надо. А здесь, это вообще страшное дело. Никогда не глушайте. Вот это никогда не глушайте. Обучилось на листах совершенно разных людей. И потом вы даете производительный на вход. На вот этот слой двигать, зажимаете, вы можете с помощью вот этого автоэнкодера, дискриминатора на алтенном слое, вы можете состаривать лица. Сеть дорисовывает морщины, дорисовывает седину, изменяет форму лица или молодит лицо. Такого никогда не было. Это на самом деле революция. Это действительно прорыв, который происходит на наших глазах. Сети понимают, что такое состаривание. Они не только состаривание. Они могут дорисовывать, например, дорисовывать изображение, вставлять куски, допустим, крабик дорисовала немножко неправильно, но почти. То есть, она понимает, что такое предложение нашего мира. деревья, облака, стены. Кусочки вставляет сама. Причем на совершенно новых фотографиях. А здесь вообще сеть генерит, она генерит, так сказать, это сны эротические. Она генерит интерьеры, которых никогда не было. Монитаз из стены торчит, меховой диван. В общем, это сейчас, такого тоже никогда не было. Сети начали использоваться для генерации мира. По сути, для игр и так далее. Там порно уже генерят. Ну, не рекомендую смотреть, пока не научились хорошо. А вот как бы пример, очень полезно. Это делали коллеги из МНРУ, Артур Кадурин и компания Институт математики Мистиклова. Короче, ребята искали лекарство против рака. Ну, как они ее искали? Они прогнали, сжали формулу на латентном слое, получилась мысль формула, и дальше ее разжали. И дальше нажимали педаль, когда эта формула борется с раком. А потом взяли, загнали сюда электрод, по сути, дискометр на латентном слое, и сказали, а ну-ка, давай покажи все свои ЛСДшные сны, что ты знаешь про мир лекарств. И сеть, значит, набредила, набредила кучу таких, так сказать, лекарств. И когда стали проверять, оказалось, сейчас лекарств действительно борется с раком. То есть, мы, по сути, сеть используем как некий сопроцессор мозга, который догенерил варианты использования, увидел тренды, из чего наука, в принципе, напрямую пока сделать не может, только через нейросети. А вот мы прогнали текст через нейросети, вот я прогонял преступление наказания, и сеть сгенерила текст в виде преступления наказания. Обратите внимание, старуха, старые русские слова, полный бред на самом деле, лудуня, соня, запятые, точки, это все она простоила, и переносит строк. Представляете? Это реально текст сгенерировал нейросети, вот параметры сети. А здесь сеть сгенерировала, я прогнал через нее «Войну и мир», и сеть сгенерировала текст или «Войну и мир», и даже кусочек по-французски, посмотрите. Французы смотрели, говорят, это полный бред, но тем не менее, похоже. И посмотрите старые русские слова, маменька, господа, окончания какие-то. Страшное дело. Но когда мы прогнали через нее код-эдра Битрикс главного модуля, вот сети главного модуля после обучения, который написал на IP4, здесь, он исполняется, здесь нет ошибок, здесь точки за бедой, все правильно поставлено, но просто выполняет пока чушь. Но тем не менее, посмотрите, даже комментарии есть. Да, это правда, это действительно код. И вы можете продолжать, я могу вам 20 модуль таких нагенерить. Вот, 20 тому в «Войну и мир», это правда. Вот, но в Битрикс24, конечно, мы используем, вы знаете уже, распознавание лиц, да, поиск профиля в соцсетях, мы используем фейс-карты для узнавания человека на члене скидки, мы используем Битрикс24 Тайн для того, чтобы начинать, заканчивать рабочий день. Это как бы, вот эти вещи тоже вошли в бизнес. Это интересно. Вот, но теперь я хочу вам сказать про алгоритмы, которые нам кажутся интересными, которые мы будем использовать в продукте, и которые вам можно использовать в продукте, и вам будет это интересно. Итак, значит, простыми словами, кластеризация. Кластеризация, вот представьте, значит, сейчас налетели мухи, комары сюда, эти сгруппировались здесь комары, а здесь сгруппировались мухи. Это кластера в трехмерном пространстве. То же самое здесь. Это, например, возраст, это пол, или это количество звонков, а это количество сумм, сколько вам человек, допустим, заплатил ваш лид. И вы определяете облака. Математически, если у вас тысяча признаков по клиенту, вы собираете, вы можете эти облака построить в тысячеммерном пространстве, и когда придет новый клиент, вы математически сразу относитесь к какому-то кластеру по похожести. И, допустим, известный случай с Волбортом, когда купоны стали приходить отцу для беременных. Он говорит, у меня девочка в школу ходит. Оказалось, беременна, она сама не знала. Математика отнесла ее к кластеру беременных. Вот это кластеризация. Ее можно использовать как? Собираем серые данные, кластеризуем, например, серые маркетинги, кластеризуем данные клиента, получается некое облака в тысячеммерном пространстве. И дальше мы на битых 24 кластеризацию проводили, оказалось, что есть часть, которая использует инструменты так, использован инструменты так, и, например, используют серым связь с магазином. И дальше, когда приходит новый клиент или просто маркетинг начинает работать с целевыми группами, и в итоге по каждой целевой группе работает маркетинг, повышается конверсия здесь, повышается конверсия здесь, потому что он дает предложение конкретно для беременных, и здесь повышается конверсия. В итоге общая конверсия по магазину повышается, и у вас конверсия выросла, вы счастливы, и клиент счастлив, бизнес растет, понимаете, и кластеризации позволяет это делать. Приходит новый человек, вы по меток вам, например, сколько раз звонит, цвет кожи, допустим, количество, не знаю, там, цвет одежды, количество обращений в техподдержку, вы поэтому определяете, кому кластер относится математически, и дальше предлагаете ему что-то, и он покупает. Это круто, это кластеризация. Для чего можно использовать? Сегментация клиентов, кластеризация графа связи, мы делаем кластерацию каталог, кластерацию графа связи сайтов. Google, Facebook инструмент, загружаете хэши от e-mail, телефонов, и они находят похожих на этих клиентов, похожих на ваших, и дальше, по сути, говорят, а вот еще к твоим беременным, мы нашли еще беременных, и вы на них даете рекламу. Это тоже кластеризация. Понятно, что такое кластеризация? Я думаю, понятно, теперь на всю жизнь вы это запомнили. Следующий алгоритм – классификация. Не путайте, пожалуйста, это другое. Классификация – это задача разделения спам, не спам, например. Мухи, комары, да, вот у нас там мухи, там комары, мы проводим плоскость, получается, мы их разделили. Это другой алгоритм, совершенно другой. Это дискриминативные модели, которые разделяют плоскость на части. Как это можно использовать? У нас есть среда на клиентах, активность по возрасту покупки, звонки в саппорт, действия в CRM, но вся бигдата, в общем, на сайтах битых 24 собирается. Дальше мы обучаем классификатор на этих данных, и дальше он либо купил, допустим, ваш товар, либо не купил. Вы прогнали на классификатор, и классификатор научился определять на этих данных, купит ли человек услугу или не купит. Дальше приходит новый человек. Мы, значит, на вход даем его данные, параметры, которые вы собрали, и дальше классификатор говорит, купит уверенность 85%, а вы уже знаете, что классификатор ошибается в 10% случаев, вы говорите, отлично, и даете ему скидку, от которой не нужно отказаться, и ему еще звоните, или будешь с ним что-то делать. И человек, то есть, вы даже можете делать какой-то апсейл, и в этот момент он купит с этим что-то еще, например, к видеокамере батареи. Вот это применение проективной аналитики для маркетинга, для продаж классификатора. Дальше маркетинговым вы строите, и мы строим модели, купит ли лопату, купит машину, станет платником ваш бесплатный клиент, уйдет ли конкурент, вы должны бороться за ваших клиентов, принесет ли 1000 долларов вот это CLV, Custom, Time Value, и дальше маркетинг работает в бизнес-процессе, которые можно, эти модели можно обновить в бизнес-процессы в CRM, маркетинг с ними работает, с этими моделями, вы модели обновляете, и у вас получается, ну реально, вы неубиваемый, вы по сути такой андроид, который идет, терминатор, и побеждает конкурентов, потому что у них этого нет, но это активно используется в крупных западных компаниях, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, это уже на западе работает. До нас волна только доходит. И дальше вы строите, это моя мечта на самом деле, когда звонит в CRM человек, модель определяет, уйдет ли конкуренту, а привлечь нового дороже, чем удержать старого, вы хотите удержать старого, определяете, что он станет платником, вероятность большая, определяете, что он принесет больше 1000 долларов в год, силы высокие, и дальше звонок на красивую девушку, на топ-менеджера переводится, чтобы она говорит, здравствуйте, спасибо, что позвонили, я хочу вам предложить персональную рекомендацию какую-то, дальше про них расскажу, и дальше проверяете по моделям, на что он падал, на вино, на лопаты, на бензопилу, на баяну, и предлагать ему это, и он от вас не уходит. Вот это настоящий предъективный маркетинг, который нам нравится, к которому мы стремимся, который популярен сейчас, но это как бы только вот, это продвинутая математика для бизнеса. Как можно использовать? Ну, конечно, еще можно использовать для скоринга сущности CRM. Конечно, вы уже понимаете, что классификация для CRM – это две неразвирные части, и мы анонсировали в этом релизе, мы этим активно занимаемся, и в ближайшее время выпустим скоринг CRM различных сущностей. Дальше. Можно удерживать клиентов, которые готовы уйти, найти пол клиента, найти вероятность суицида, вы понимаете, это классификация. Понятно? Я думаю, всем понятно, что классификация. Что мы делали? Мы классифицировали наших клиентов в Bittrex 24, эта схема, по действиям, и проверяли, кто из платников уйдет, сколько с нами клиентов останется, мы эти модели используем, это интересная штука, и, как бы сказать, возможно, мы это будем выдавать как-то в продуктах, но пока это не обсуждалось. Плюс мы используем классификатор внутри компании в Bittrex, в техподдержке, мы вместе с Денисом Шаровымом сделали такую штуку, это нейросеть, которая классифицирует тексты на входе, а там приходят всякие письма на разных языках, вставленный код, верстка, мат-перемат, благословение, там, чего ж такое неугодно приходит. И мы классифицируем это с помощью нейросети, с устойчивым к опечаткам, потому что на N-грамм, на 3-грамм бьем текст, на примерно 100 категорий, вероятность процента ошибки примерно около 20%, но это настолько сеть работает хорошо и уверенна, что коллеги заменили в техподдержке несколько человек, и теперь эти люди занимаются поддержкой клиентов, техподдержкой. Они занимаются вот этой фигней там с раскидыванием топиков. Поэтому вот вам пример еще классификации внедрения. Пожалуйста, если интересно, в кулуарах спрашивайте про эту модель, я с удовольствием расскажу. А вот этим мы занимаемся в лаборатории. Это использование, так сказать, если на пальцах выражаться, мы взяли кору головного мозга, структуру, некую сверточную сеть, и применили ее к распознаванию текстов, так называемая «одномерная свертка». И страшно, да, ногу пришли к голове, но тем не менее это позволяет улучшить результат классификации текстов еще лучше. Это на GPU-шках работает быстро, но пока как бы это в лаборатории у нас. То есть мы такие исследования, скрещивания, да, там ноги в голове приставляем, проводим, и вы тоже проводите, не бойтесь, в нейросетях как бы это очень такой популярный кейс. И вот как это работает, классификация, приходит обращение, мы определяем категории, вот наиболее вероятной категории с помощью на выходе softmax у нас стоит алгоритм, мы определяем, куда этот текст отнести. Работает классно много лет. Дальше. Все понятно по классификации. Я думаю, все. Теперь персонализация алгоритм. Это новый алгоритм, но он совсем другой. Суть персонализации в том, что обычно люди покупают всякую ерунду. Смартфоны, например, да, там, вот всякие там, какие-то модные штучки. А на самом деле нужно покупать вот эти вот вещи и читать книжки, допустим. Они обычно покупают бетселлеры, так сказать. Ну, то, что все купят. А вот персональные рекомендации позволяют продавать вот это. Одна из моих настольных книг любимых, Лесковица, книга Стэнфордского университета, курс работы с большими объемами данных, там очень хорошо рассказывается алгоритм, который мы в продукте уже используем давно. Вы знаете, у нас персонализация используется, но для чего ее можно использовать? Вы персонально предлагаете кроссовки парню, девушке предлагаете одежду, и человеку-пауку, если неправильно что-то предложить, он обидится и зарубит вас. То есть персональция позволяет повысить конверсию. Как она работает? Объясняю на пальцах, вот именно без математики. Допустим, я смотрю «Звездные войны», посмотрел «Стар Трек» и «Автостопа в публиактике», а девушка посмотрела «Стар Трек» и «Звездные войны», и так как мы с ней похожи по этим фильмам, скорее всего, ей будет этот фильм интересен. А чем у нас более длинная связь по фильмам, тем, так сказать, какой-то фильм из моей коллекции будет интересен. Понимаете идею? Это так называемая user-based рекомендации, которые были где-то в нулевых годах очень популярны. Но потом Amazon предложил следующую математику. Он сказал, давайте решать пары. Допустим, пиво покупают с чипсами часто, чипсы покупают с орешками часто. Если девушка положила в корзину пиво и орешки, вы видите, да, стрелки ведут на чипсы. То есть они имеют связи между собой, причем это связь первого порядка от одного к другому, простая. И мы предлагаем ей чипсы. И это называется колбертная фильтрация item-based. Еще момент. Как можно еще использовать эту математику? Можно считать пары покупок. Например, горилка с салом, сал с борщом. И, допустим, человек заходит на страницу сала, ему предлагается борщ, потому что по частоте. А потом на третьем месте горилка предлагается. Это тоже у нас в продукте есть. Это можно использовать. Да, это очень интересно работать. Но это не покрывает все случаи. Поэтому мы реализовали в наших магазинах Bittrex, это вам доступно в стандартных компонентах, контент-бест рекомендации. Суть контент-бест рекомендаций. Человек ходит по сайтам, мы собираем облако его интересов, тайтл собираем, тег h1. И потом ваши магазины на Bittrex предлагают нам в облако отстания товаров, названия и разделы. И мы так складируем. И дальше, когда человек приходит в какой-то магазин, мы можем понять, какие товары ему интересны, согласно его текстовому профилю. Эти теги могут у нас устаревать автоматически. В итоге собираем данные в Amazon Kinesis тысяча событий в секунду. Дальше индексируем. Диск товаров на диске. Обратный индекс обычный. И в Redis и профиле. Я достаю ку-ку из Redis, проверяю, как товары интересны, раздаю. Вот пример контент-бест рекомендаций. Потребители со тысяч магазинов, поставщики с сайта на Bittrex. Про это я вам рассказал. Вот. Как этим пользоваться? Это все входит в продукт. Мы это развиваем. Но этим уже можно пользоваться. Не забывайте, пожалуйста, использовать B-тестирование для анализа эффективности. И в обменке видны какие-то товары, купленные по рекомендациям. У разных клиентов по-разному работают. Обычно повышать, серьезно поднять конверсию. Теперь в чат-ботах. Чат-боты, к сожалению, тупые. Потому что их пишут на регулярных выражениях. Потому что разработчики не знают, что такое, так сказать, натуральная жизнь в процессе. Поэтому, чтобы бот не был тупой, необходимо попытаться начать в этом отношении развиваться. Читать книжки. Ну, начать можно с вот таких фреймворков. Чат-бот-фреймворки от Amazon, Microsoft бот-фреймворк. Это классные штуки, на которых уже реализованы формы, сборы полей и так далее. Вот. Но Google прорвался дальше всех. Он реализовал тональность текста даже в облаке. А на остальность упоминаем члены ряда фактов. Amazon Comprehend, посмотрите, он тоже сделал платформу для анализа текста правда русский. Русский не поддержит, к сожалению. Amazon Lex колонка, Яндекс.Алиса, они все туда идут. Ну, это все как бы просто распознавание. Но Google опять пошел дальше. Он выпустил набор Parsis Cousins в нейросети, парсящие предложения на разных языках. Это вероятность парсера. Это вышли до русского. Это очень круто. Плюс можно взять Яндекс.Амита Парсер, вычтенять факты из текстов, но нужно написать тысячи правил. Поэтому. Вот есть наша платформа. Берите, занимайтесь, пишите ботов умных. Используйте предыдущие инструменты. И она документирована. И вот какую интересную штуку мы делали уже сложную. Это настоящий искусственный интеллект. Это нейросети. Это главка машинного обучения. Это у нас в лаборатории вертится этот прототип. Мы собирали из открытых линий вопрос, ответ. Сжимали нейросетями в некие латентные вектора. И дальше получается вот пространство вопросов. Да, представьте, многомерно. А это пространство ответов. И мы эти два многомерных пространства совмещали так между собой, чтобы около вопроса тусили в этом нейрологическом пространстве, но по сути в пространстве смыслов, в пространстве эсперанта, в пространстве вообще смыслов на разных языках тусили рядом с вопросом ответы. Как мы это делаем? Мы просто берем скалярное произведение, находим этого вектора на этот и учим модель. У нас была бигдата недостаточно. Мы обратились за помощью к коню, к рыцарю на коне, который побеждает змея, в мэрию Москвы. И нам коллеги помогли. Дали обезличенный большой датасет обращения в техподдержку мэрии Москвы с несколькими сот тысяч записей. И мы на нем обучили эту модель. Она ошибается примерно в 25%. Но в остальных случаях она в первую десятку предложенных ответов на вопрос, в открытых линиях менеджера пришел вопрос, она предлагает правильный ответ. Но там есть шероховатости, тем не менее. Пока мы это делали, одновременно с нами эту же модель развивал Microsoft и назвал эту deep structure semantic model. Я к тому, что это очень серьезная модель, и мы очень серьезные вещи в лаборатории делаем для пользы клиентов FAST. Google сделал сервис Fast Replay, когда на письмо едет простой ответ. Это тоже на базе этой нейросети и этой же модели. Этим занималась команда Google Brain, а у нас это занималась лаборатория. И Яндекс выпустил Production, Яндекс Палях Королев алгоритмы, это нейросетевой поиск текстов, поиск по заголовкам с помощью нейросети в большом датасете документов и назвал Яндекс Палях, Яндекс Королев. Вот этим мы сейчас занимаемся, это интересно. А вот это нам очень интересно, и вот это я хочу вам показать, если вы хотите все-таки в эту область входить, и вам вообще это интересная тема, нам это очень интересно. Посмотрите, пожалуйста, сейчас в тренде генеративно-социативные сети, которые составят изображения, которые генерят новый мир, порно и так далее. Эти сети очень сложные, они очень интересные, потому что такого не было никогда. Сейчас сочетают вот эти вот автоэнкодеры с генеративными сетями и строят такие системы, которые позволяют дорисовывать, писать тексты, формировать сущности. Допустим, это можно применить, например, в задаче, допустим, мы искорим лиды в CRM. В основном лиды будут не конвертированы, и большая часть, точнее большая часть будет не сконвертированных, а небольшая часть сконвертированных. Мы можем с помощью такой сети, с помощью такой очень глубокой передовой нейросети додумать, какие еще лиды могли бы сконвертироваться, добавить датасет и дальше обучить сеть на этих новых данных. И вот это сейчас тренд. Вот это горячая зона исследования. Я думаю, что в ближайшие годы здесь будут очень прорывные вещи. Научиться верстать, возможно, программировать, тексты генерировать, и CRM лидов скорить. Именно с помощью таких технологий гидротин, состязательные сети, автоэнкодеры, всякими штучками на слое. И поэтому это взгляд в будущее. Коллеги, у меня все. Заключительная картинка. Заключительная картинка, да. Ну и к тому, что думайте о хорошем. Получайте удовольствие от работы. Математика – это всегда хорошо. Помогать клиенту – это прекрасно. Давайте работать на благо друг друга. И будьте счастливы. Пожалуйста, вопросы. Спасибо, Саша. Есть ли вопросы? Здесь традиционный вопрос – поработят ли роботы человечества? Ты что думаешь? Я думаю, они поработят. Нет? Поработят, поработят. Ну, верстальщиков уже точно, ты сказал в самом начале. Они поработят, но они будут нам помогать. Роботы сделают нас добрее. Не будет преступности, не будет болезней. Не будет… Все будут заниматься тем, у кого на что талант. То есть, в помощи нейросетей будут определяться, насколько человек чем он талантливый. Всем он талантливый. И будет хорошо, на самом деле. Это, по сути, как бы сказать, посланцы небеса. Я думаю, роботы. Еще вопросик. Да, пожалуйста. Вопрос. Что вы используете для разработки нейросетей? Какие инструментарии, какие фреймворки, библиотеки и прочее? Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, код дло. Чем меньше кода, тем лучше. Надо результат приносить. Поэтому, конечно, Python мы используем. Конечно, читаем на новейшие всякие работы в этой области, на архиве. Но, как бы, смысл в том, что надо начинать с простых моделей всегда. Возьмите байс-классификатор, логистическую регицию, машину портить вектору. Дальше пойдете потихонечку, потихонечку не лезьте пока в нейросети. Возьмите машину факторизации. Прекрасная модель. А потом потихоньку, если вы, как бы, уже настроение будет хорошее, тогда мы будем нейросети нырять. Начать с простого. Еще вопрос. Еще вопрос. Последний. Перед обедом. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, вот сегодня нам рассказывали про поводу использования нейронных сетей в CRM, в бизнесе. А планируются ли какие-то механизмы или сценарии использования внутри компании? То есть оценивать, работник хочет уйти, не хочет уйти, может что-то хочет сделать. Правильно, именно. Определяется вероятность увольнения сотрудника. Определяется его лояльность к компании. Определяется по эпиджете. Да, действительно. Эта аналитика нужна, она позволяет компании работать эффективно. Она позволяет заранее действовать и говорить сотруднику, почему он хочет уйти. Ну как бы он уже пришел в компанию. Значит, что-то вы, скорее всего, не задали человеку, что он хочет уйти. Скорее всего. Плюс еще определяется вероятность ухода клиентов. То есть внутри компании в CRM масса-масса кейсов. Я могу про них отдельно сказать в кулуарах. Спасибо. 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 Спасибо, Саша. Коллеги, у нас обед. Спасибо. Спасибо.